Поход депутата Государственной Думы Олега Савченко в Антарктиду наделал немало шума в СМИ федерального и регионального значения. Народный избранник специально созвал пресс-конференцию для того, чтобы рассказать журналистам о цели своего поступка, венцом которого стало воодружение в Антарктиде флагов Российской Федерации и Волгоградской области. Флаг Российской Федерации, флаг Волгоградской области воодружен на крупнейшей вершине мира. Это пик Винсона, это Антарктида, это сложнейшие условия, если смотреть 7 вершин, которые я собрал в своей жизни покорить, это ни в коем случае никак не связано с какими-то сроками, с какими-то датами, потому что сложно планировать. Это произошло. С точки зрения медийной узнаваемости я никогда не скрывал этот факт, я и в интервью всегда говорил, но это не было основной моей целью, целеполаганием. Это было мое неувлечение, это была миссия, которая занималась в свое свободное время, в каникулярное время, за свои собственные деньги, ни в коем случае здесь нет никаких злоупотреблений. И, соответственно, каждый раз, водружая флаг, преодолевая огромные сложности, кто хоть раз был в горах или в каких-то походах, понимает, что это такое, это лишение всех себя бытовых каких-то условий, это физические сложности, это природные сложности, которые сложно предугадать и предвидеть. Ты чувствуешь и ощущаешь такое моральное или такое внутреннее состояние, которое заставляет тебя переценить многие вещи, которые происходят сегодня с тобой, в твоей семье, ну и в целом в стране, в мире, и по-другому посмотреть на мир. Это любой скажет, кто когда-либо был в горах. Из семи запланированных депутатом, это третья покоренная им вершина. Савченко озвучил, что последний такой будет Эверест. Отвечая на вопросы по теме Антарктида, народный избранник старался говорить максимально откровенно, в том числе и негативной составляющей, которая сквозила в некоторых СМИ по поводу его поступка. Во-первых, мне кажется, не совсем этично для журналистов, когда нет мнения обратного, у нас односторонняя связь и отсутствовала связь, значит, как-то комментировать. Обычно журналисты, ну на мой взгляд, это практика, это этика журналистов, используют два мнения. Одно мнение и противоположное мнение, нужно услышать другую сторону. Когда нет противоположного мнения, есть такое, что называется, подозрение, что все-таки это статья или статьи, это или мнение журналистов как кем-то там продиктованы. Действительно, предположения некоторых СМИ о цели похода Савченко в Антарктиду были, мягко говоря, странными и абсурдными. Даже дошло до того, что говорили о какой-то измене родине. По поводу гостайны. Гостайна – это нейтральная территория. Гостайну кому мы? Пингвинам должны были отдавать? Какую гостайну? Каким? Значит, в принципе, дальше говорю, американская компания. Никакой американской компании не было. Кто это выдумал, кто это сказал, я не знаю. Поэтому проверять нужно факты. Помимо того, писали о якобы невероятных финансовых затратах фигурировали огромные суммы денег. Какие-то цифры фантастические получились. Не просто смешные, а хочется калькулятор подарить журналистам, которые писали эти статьи. Если умножить на тот курс, получится совсем другая цифра. Более того, еще прибавляются какие-то стоимости билетов. Но вы если в курсе, что нормальные люди, а я считаю себя нормальным человеком, считают собственные деньги. И если речь идет о таких дальних перелетах, то можно воспользоваться бонусной картой, которая позволяет тебе раз в год бесплатно летать. Не могли бы не спросить о причинах отсутствия связи с Большой Землей, в силу чего опять-таки возникали всякого рода неприятные версии и предположения. Потому что мы не взяли солнечную батарею, потому что принципиально гид, проводник, без которого никогда, если не было бы восхождения, принципиально заставил нас выложить из рюкзаков все вещи, вплоть до того, что там баночку от таблеток мы отложили, потому что борьба шла за каждый грамм. Потому что 800 метров восхождения, 800 по веревкам технического восхождения на джумарах, если кто-то это понимает, тот осознает с рюкзаком чуть меньше 30 килограмм. Разного рода инсинуации обоснованы и принародно отвергнуты, но горечь, как Олег Савченко не скрывал этого, на сердце у него все же осталось. Было очень тяжело, крайне тяжело, минусовые запредельные температуры, чтобы вы понимали, там в палатке, ну минус 42 на улице, в палатке 35 градусов, минус. И когда кто-то говорит, что это путешествие, что это поехали развлекаться, ну если честно, обидно.